Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Кербер или Цербер. Цербер – чудовищная собака, порождение ехидной, охранявшая выход из Аида. Гесиот награждает ее 50-ми головами, но в классическом искусстве и литературе у нее их только три. Геракл сумел увезти из Аида, совершая один из своих 12 подвигов. Этот эпизод изображен на двух больших амфорах 6 века до н.э. принадлежащих этрусским мастерам – Геракл, Кербер и Эврисфей. Орфей также смог усмирить Кербера своим пением во время спуска в Аид за Эвридикой. И, как говорят, Эней усыпил Кербера, бросив медовую лепешку со снотворной травой. В третьем круге ада Данте Кербер терзает чревоугодников. Цербер популярен в средневековом искусстве. Из Википедии Цербер или Кербер – трехголовый пес, охранящий вход из царства мертвых в Аиде, порождение Тифона и Ехидны. Он не позволяет умершим возвращаться в мир живых, а живым посещать мертвых. В одном из мифов пса очаровала пение Орфея, который спустился в Аид за своей женой Эвридикой. Похищение Цербера стало последним подвигом Геракла. Герой спустился в царство мертвых, получил разрешение от богов подземного мира вывести трехголового пса при условии, что сможет одолеть его голыми руками. Геракл смог укротить Цербера, после чего доставил его к Эврисфею и, показав чудовище Микенскому царю, вернул обратно в мир мертвых. В русском языке слово Цербер стал обозначать злого, свирепого, бдительного, неумолимого стража или надсмотрщика, следящего за каждым шагом. Ну, так вкратце о Кербере, Цербере, чудовищной собаке по рождению Мехин, которая охраняла выход из Аида. Пока-пока, до свидания.